Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Тритынина. С вами я, Нина Тритыниченко, из американского штата Мичиган, с очередным выпуском программы «Беседы о душе и нравственности». Сегодня я вам буду рассказывать о том, как российский ученый, советский ученый, поверил в Бога. До этого он был атеистом, отрицал существование Бога. Но после того, как он сам пережил клиническую смерть, он поверил в Бога. Более того, он даже напечатал статью в научном журнале, и у него взяли интервью. Это показывали по телевизору. Вот на ютюбе вы можете найти, я не помню, как точно называется, но если вы в поиске наберете ученый о пережитой клинической смерти, вы увидите это видео. Зовут его Иван Ефремов, и он работал в конструкторском бюро «Импульс». Итак, случилось это внезапно. Человек был на работе, и вдруг он стал кашлять, задыхаться, упал, потерял сознание, вызвали скорую. И, собственно говоря, у него случилась клиническая смерть. И вот он рассказывает, что же он видел в это время. Ну, во-первых, он увидел себя, стоящих вокруг него врачей, то есть душа вылетела из тела, все это увидела. Потом он уже себя ощутил в тоннеле, и он остановил свой полет силой своей мысли. Как многие из вас, возможно, интересуются такой информацией, так вот многие люди, которые пережили клиническую смерть, они рассказывают, что они в этом туннеле летят. Ну, вот он силой своей мысли, поскольку он ученый, ему все интересно, он даже в это время, во время вылета души из тела продолжал мыслить как ученый. А как вы знаете, душа даже после вылета из тела, она мыслит, она видит, но видит она по-другому. И он решил осмотреться, где он находится, что с ним происходит. И решил выяснить, он бился над одной проблемой, почему ему телевизор не работает, никак не мог понять. И вот он задал себе такой вопрос. Тут же перед ним, в этом тоннеле, появляется телевизор той марки, которая у него тогда была в Советском Союзе, на несколько буквально мгновений, так как мы видим телевизор. Потом начала появляться информация, каждая информация на новом экране. Ну, это как он видел, как он рассказывает, как этот телевизор создавался, кто его разработчики, где его делали, кто в этом участвовал, из каких запчастей он состоит. И потом в самом конце уже была информация, что же не так в этом телевизоре, и что нужно исправить. И это вот все практически одновременно он видел. Еще он сказал, что как бы он не чувствовал времени, все происходило одновременно. Появлялись вот эти картинки, и он на какую хотел, на такую смотрел. Вот. А потом уже он очнулся. А теперь я вам расскажу о своем опыте клинической смерти. Да-да, со мной такое тоже было. Во время первых родов я тогда потеряла ребенка. И, собственно говоря, сама чуть не погибла. Такая личная информация. Ну, как бы это к теме относится, поэтому я расскажу. Я летела. Я себя не видела, лежащей в палате, и врачей никаких передо мной не было. Я сразу стала лететь по тоннелю. Очень-очень быстро. Я просто неслась по этому тоннелю со скоростью космического корабля. И потом я увидела свет в конце этого тоннеля. И когда я уже пошла на этот свет, я вдруг стала, я превратилась в красивый желтый речной песок. И я понимала, что вот я состою из всех этих песчинок, то есть большая такая груда песка. Я понимала, что это я, да, со своими мыслями, чувствами. Ну, это я, личность. А надо мной стояло большое красивое дерево. И потом я очнулась. Вот у меня такой был опыт. Я до сих пор не понимаю, что это значит. И мне было очень странно, что как я могу состоять вот из тысяч, из миллионов вот этих песчинок. И как это может быть? Но потом, когда я проснулась, я думала, а что если ветер эти песчинки куда-то разнесет? Что же случится тогда с моей личностью? Ну вот. Собственно говоря, на сегодня всё. Я думаю, что этот материал вас заставит задуматься. И если вы хотите, вы можете найти эту информацию. Мои предыдущие истории об Иване и Ефреме, который работал в конструкторском бюро «Импульс», и о котором написали в «Ленинградской газете», это правдивая информация. И вот с тех пор этот человек верит в Бога. Ну вот, а сегодня всё. Пока-пока. Продолжение следует...